Я хочу показать вам упражнение «Благодарение роду». На первом этапе четко определитесь с линией времени, которая проходит через вас. Впереди у вас будущее, на уровне вашего тела настоящее, здесь и сейчас, и сзади вас находится ваше прошлое. На первой стадии упражнения мы обращаемся к тем, кто пришел в наш род раньше нас. Поэтому мы поворачиваемся в прошлое через левое плечо. В вашу родительскую семью раньше вас могли прийти ваши братья и сестры. И вы первоначально благодарите их. Я буду благодарить своих братьев и сестер. Вы же вспомните о своих братьях и сестрах, если они есть, и повторяйте это за мной. Сестра моя Ульяна, благодарю. Брат мой Виктор, благодарю. Мои нерожденные братья и сестры, благодарю. Дальше вы переходите к благодарению своей маме и своему папе. Мама моя Евгения, благодарю. Папа мой Анатолий, благодарю. Братья и сестры, моих отца и матери, благодарю вас. На следующем этапе вы благодарите своих бабушек и дедушек. Бабушка моя Пелагия, благодарю вас. Бабушка моя Мария, благодарю вас. Дедушка мой Антон, благодарю вас. Дедушка мой Павел, благодарю вас. Братья и сестры моих дедушек и бабушек, благодарю вас. На следующем этапе вы обращаетесь к своим прадедушкам и прабабушкам. Не всегда вы знаете их имена, поэтому можно обращаться в целом. Мои прабабушки и прадедушки, ее братья и сестры, благодарю вас. Но ваш род уходит в глубину веков. Вы не знаете, кто был там и как он жил. Но можете предположить достаточно уверенно, что судьбы эти были сложные, полные трагизма, любви и различных событий. Обратитесь к тем, кто еще дальше, чьи судьбы скрыты в тьме веков. Род мой, великий и славный, благодарю тебя. Род мой, великий и славный, благодарю тебя. Род мой, великий и славный, благодарю тебя. Теперь приложите правую руку к груди, туда, куда выложите руку, когда говорите искренне. И сделайте поклон всем, кто старше вас. Поклон нужно делать медленно. Сначала вы опускаете голову, потом расслабляете колени, нагибаетесь. Настолько низко, насколько подсказывает вам внутренние ощущения. Возможно, вам захочется поклониться очень глубоко. Поэтому, возможно, у вас возникнет желание даже встать на колени. И если это чувство есть в вашей душе, сделайте это. А теперь обратитесь к тем, кто старше вас. Я прошу вашего благословения. Я прошу вашего благословения. Я прошу вашего благословения. Внимательно сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете. И поворачивайтесь в сторону будущего. Перед тем, как продолжить благодарение членам рода, которые пришли после вас, подумайте о тех, кого вы не знаете. Кто появился в роду под тем ветком рода, о котором вам ничего не известно. Их наверняка достаточно много в мире. И они живут сейчас вместе с вами. На этой планете Земля. В разных точках. В разных странах. Обратитесь к ним и скажите. «Я благодарю вас». Я благодарю вас. Я благодарю вас. Ваш род, в вашу родовую систему. Пришли люди после вас. Возможно, есть братья и сестры, которые пришли в этот род после вас. Я буду обращаться к своим братьям и сестрам. После меня никто не рождался. Но я знаю, что после меня были нерожденные братья и сестры. Мои нерожденные братья и сестры, я благодарю вас. Я сделал это движение трижды, потому что так подсказывает мне моя душа. Вы же можете делать это так, как подсказывает вам ваша душа. Следующими в цепи вашего рода, людьми, с которыми вы объединились на какое-то время, были ваша первая любовь и ваши супруги. Официальные или неофициальные. То есть люди, с которыми объединила вас судьба на длительное время, и с которыми у вас осталась та или иная форма сердечной связи. Сердечная связь может быть разной. Вы можете ненавидеть их, вы можете вспоминать о них с уважением и теплом. Вы можете стараться забыть их, но так или иначе они были в вашей жизни. И я предлагаю вам сказать, я благодарю вас за то, что вы были в моей жизни. «Я благодарю вас за то, что вы были в моей жизни. Вы можете называть имена своих супругов, вы можете просто вспоминать о них. Следующее благодарение направлено на тех, кто получает благо от вас, направлено на ваших детей. Сын мой Виталий, я благодарю тебе. Сын мой Анатолий, я благодарю тебе. У вас, возможно, уже есть внуки, как и у меня. Внук мой Ярослав, я благодарю тебе. И будут еще внуки и правнуки, и прапраправнуки. Род мой великий, продолжающийся дальше, я благодарю тебя. Род мой великий, продолжающийся дальше, я благодарю тебя. Род мой великий, продолжающийся дальше, я благодарю тебя. Следующим этапом упражнения «Благодарение Рода» является фраза, которая объединит вас с Родом очень глубинным и естественным образом. Повторяйте фразу, которую я буду произносить вместе со мной. «Благодарение Род» Во время произнесения этих фраз представляйте и явственно ощущайте, что за вашей спиной стоит множество людей. И перед вами стоит множество людей, пришедших в этот мир и тех, которые придут в будущем. Вы часть этого потока. Сила Рода проходит через вас. Она принадлежит вам, и она не принадлежит вам. Вы только передаете ее в будущее. И это происходит одновременно. Я есть Род. Род есть Я. Я есть Род. Род есть Я. Когда вы почувствуете, что достаточно наполнились энергией Рода, остановитесь. Возьмите в себя это состояние. И закончите упражнение. Продолжение следует... Продолжение следует...